Всероссийская перепись населения впервые будет проходить в цифровом формате. Переписаться можно будет самостоятельно на портале Госуслуг, а также используя специальный планшет с электронным переписным листом. Такие планшеты будут приносить на дом цифровые волонтёры. Переписчика вы сможете узнать по нагрудному удостоверению, по брендированному шарфу с красно-синей расцветкой, по голубому жилету и по аккуратной сумочке, в которой будет помещаться планшет. Хотелось бы обратиться к гражданам, чтобы они не боялись этих нововведений и всё-таки активно воспользовались порталом Госуслуг. При проведении цифровой переписи данные будут надёжно сохранены, а все процессы защищены. Как к таким нововведениям относятся мытищенцы, мы узнали на улицах города. Я считаю, что это экономия нашего времени. Не нужно будет никуда там бегать, не сидеть дома, никого не ждать. Сделал всё в удобное время. Для нас, для пожилых людей это тяжеловато будет. Будем надеяться на молодых. Тут двоякая ситуация. Никуда бегать не надо, ходить не надо. Но при этом кто-то не умеет же им пользоваться. Бабушки, дедушки. Поэтому в любом случае придётся ходить полностью. От этого отказываться нельзя. Это, конечно, удобно, когда ничего не нужно посещать, а всё можно из дома делать. Либо волонтёры, либо, опять же, внуки, дети должны помогать. Перепись населения проводится раз в 10 лет и позволяет узнать структуру общества по полу, возрасту, национальности и другим параметрам. Так, с последней переписи население нашего округа увеличилось на 59 тысяч человек. Произошло это в основном за счёт миграционных потоков. Цель переписи – это не только сухой учёт граждан, но и анализ социальных изменений. На основе полученных данных принимаются различные программы поддержки и развития. Марьяна Зборовская, Денис Петров, Первый Матищинский.